Педагогическая конференция Не так давно работаю в образовательной сфере, получение знаний и приятных эмоций. Я вот, например, собираюсь идти на лазерную резку. Честно говоря, ни разу не видела, что это такое. Посмотрим, поэтому узнаем. На такой конференции первый раз. Я еще не знакома с робототехникой, поэтому я буду знакомиться с ней впервые. Я слышала, что это сейчас очень популярное направление, поэтому очень хочется с ним познакомиться поближе. В нынешней конференции участвуют 500 человек, преподавателей и руководители учебных заведений района. После сбора и регистрации все отправляются по классам. Вы видите, сегодня представлены у нас роботы. Впервые мы о роботах узнали 100 лет назад. И вот сегодня уже посмотрим, что наши дети сами умеют делать своими руками. Мастер-классы проводятся отдельно для педагогов начальных, средних и старших классов. В ходе урока даются не только теоретические, но и практические знания. Роботу нужно самостоятельно найти путь из точки А в точку Б. Как вы думаете, какой алгоритм мы здесь будем использовать? Темы мастер-классов довольно разнообразны. Трехмерное моделирование, программирование, сборка роботов. Нынешняя научно-практическая педагогическая конференция проходит в 11-й видновской школе. И это не случайно. Учебное заведение было открыто только в прошлом году. Оно оснащено по последнему слову техники и позволяет педагогам внедрять самые разнообразные образовательные программы. А также делиться своими знаниями и умениями с коллегами. Преподаватели на мастер-классах – молодые специалисты из Академии роботов. Эта организация занимается популяризацией робототехники. Есть блок, и на нем нарисованы моторчики, руль, спидометр, означает скорость, стрелочка обозначает направление и так далее. Они сразу видят, у них создается ассоциация. То есть они видят блок и понимают, что он делает. Соответственно, они настраивают его. То есть, на удивление, справились очень легко. Никаких не было проблем. Они все сами написали и все запустили. Было интересно, как программирование преподавать в младших классах, в начальной школе. И вот такая игровая форма, как скретч, я думаю, что позволит ребятам уже с таких вот, с юных лет, заинтересоваться моим предметом. После мастер-класса в педагоги отправились в актовый зал. Перед входом в него участников встречал плакат с несколькими фотографиями. Но на самом деле это был демонстрационный стенд дополненной реальности. Это наше приложение, персональный, Акреативик называется. Оно загружает видеоконтент, прикрепленный к данному баннеру, и оживляет его. Камера планшета наводится на фотографию. Происходит процесс загрузки интерактивного контента. И неподвижная картинка оживает. Еще один детский сад предстояло открыть в деревне Боброво. Вот так, то есть репортаж, видный ТВ, можно посмотреть, просто подойдя к этому плакату. Научно-практическая конференция продолжилась пленарным заседанием. Стоит отметить, что первые кружки по робототехнике появились в Ленинском районе три года назад в трех школах. Сегодня уже в 15 учебных заведениях ребята имеют возможность осваивать эту науку. Ребята уже приняли участие в различных соревнованиях. А в апреле текущего года прошел первый районный фестиваль по робототехнике, который показал, что практически все участники мероприятия обладают нестандартным мышлением и способностями конструктивной деятельности. На пленарном заседании выступили представители высшей школы, которые рассказали о российских разработках в области робототехники и поделились своими наработками в процессе преподавания столь непростой науки. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.